Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про хлореллу, уникальную одноклеточную пресноводную водоросль. Сейчас я вам расскажу коротко и четко о самом главном, о том, что каждому человеку знать стоит. Чем она уникальна, как ее применять и есть, где она применяется помимо питания человека, то есть в сельском хозяйстве не только, а каждый из вас поймет, как ему лично, в его хозяйстве от мала до велика можно ее применять, какой она содержит состав нутриентов, ее отличие от спирулины, и почему не надо есть, пить живые культуры хлореллы, а только в порошке или прессованную в таблетках, но только био, конечно. Ну и где купить не вредные культуры, а органические био, сертифицированные с полноценным составом и точно без химии. А еще я вам скажу, в каком количестве и как надо принимать в питании своем хлореллу. Поехали. Мало кто знает, а то, что я сейчас скажу, на это есть исследование, биологические, медицинские исследования, что на хлорелле увеличивается лактофлора кишечника человека в 8-12 раз уже за первые сутки применения хлореллы. А это что? Значит, повышает биодоступность еды, то есть переваривание и всасывание компонентов питания, то есть всех элементов из пищи, которую вы едите, улучшается всасываемость, усвояемость. Далее. В хлорелле содержится огромная концентрация многих важных витаминов и других нутриентов, а это очень важный фактор роста и строительства ДНК и РНК наших клеток. То есть можно быть уверенным, что в хлорелле есть необходимый строительный материал для клеток, для их деления, в достатке, поскольку в хлорелле есть все незаменимые аминокислоты и вообще все аминокислоты, какие только существуют. Ведь недаром, и я об этом еще далее скажу, только на хлорелле может строиться и в природе вся пищевая система, то есть сети и цепи, например, озеро, водохранилище, то есть любого водоема. Хлорелла вам может помочь в образовании и укреплении иммунитета и выведении токсинов из организма за счет увеличения клеточного иммунитета. Это тоже научно доказано. Естественно, она стимулирует образование новых клеток, ликвидирует дефицит белка. В ней много магния и витамина В9, то есть фолиевой кислоты, что очень важно и для нервной системы, и для беременных женщин, безусловно. Вообще в хлорелле есть вся линейка витаминов В12. Но, что касается полного состава, если вы хотите изучить, то я ссылку вам оставлю под этим видео на хлореллу. Нажмете мышкой, попадете на страничку, и там внимательно состав полностью сможете посмотреть. Ну а как купить биоорганическую, лучшую хлореллу? Прямо под этим видео я оставлю вам ссылку. Нажимаете, попадаете на страничку, можете купить. При регулярном систематическом применении потребления хлореллы происходит регенерация тканей. То есть, если есть какие-то, ну, порезы, условно, ранения, что угодно, заживляемость идет быстрее, чем без применения хлореллы, даже если вы принимаете различные витамины и вообще разнообразно питаетесь. И дело в том, что у хлореллы есть еще мощные противовоспалительные свойства. Кстати, она помогает против акне, то есть прыщей, особенно и юношеских. Так вот, как раз за счет подавления воспалений и других своих свойств. Также хлорелла помогает справляться со стрессами и восстанавливает нервную систему. Да, потому что там есть и Б9, и Б12, и многие важные минералы от цинка до меди. Но, правда, это зависит от того, где выращивалась хлорелла. Потому что одно дело, когда она в лаборатории выращивается, ведь туда в воду вносят определенные минеральные составы. То есть неорганическая химия вносится туда, безусловно, а как вы думали? Поэтому вся хлорелла, которая продается, как и спирулина. Ну, 99% это именно такая, то есть полученная лабораторной и выращиваемая там в бассейнах и тому подобное. И туда добавляется воду обязательно агрохимия. А есть хлорелла, био именно, не просто органическая, а сертификатами био, которая еще выращивается в природных, то есть источниках, берется вода из природных чистых источников. Такой хлореллы менее 1% на рынке. Вот у нас именно такая много лет мы именно ее продаем. Ссылку я оставлю, как уже сказал, под этим видео. Почему говорю, кто-то скажет несколько раз, да потому что люди пишут все равно. Вот и сейчас напишут, а где купить, я вам серьезно говорю, прям напишут. Так, где применяется хлорелла помимо питания человека? Ну, первое, это питание. Безусловно, для получения вот всех витаминов, минералов, других нутриентов. Второе, в питании животным. Ну, это в сельском хозяйстве, слушайте, начиная от крупного рогатого скота, прирост и увеличение продуктивности молока у, соответственно, самок, любого крупного рогатого скота. Добавляется она в воду, либо порошок в корм, тем же курам, цесаркам, кому угодно. Увеличение яйца носкости, качество и состав, соответственно, желтка. Третье, это аквакультура. Безусловно, это основа пищевой цепи. Ну, то есть, хлореллу поедает, например, рачок дафни. Дафни питаются рыбки. Это вот если примитивно говорить, потому что там нюансы. Кстати, я создам скоро еще один канал про именно аквариумистику, серьезную, профессиональную аквариумистику. И там я все это покажу вам. В общем, это просто культура, которую можно разводить, имея свет, имея просто воду, соответственно, ну и вот будет практически основным источником питания. Ну, фактически недорогим. А четвертый, пятый пункт вместе, это подкормка для почвы, подкормка для растений, которые выращиваются на этой почве. Вот у вас, неважно, шесть соток, огород или грядка какая-нибудь на балконе, или просто вот вы занимаетесь аграрным делом, там фермер или кто, ну, каждому свой масштаб, но вот для растений. Это великолепная подкормка для здоровья почвы в том числе. Потому что хлорелла во влажной почве долго живет, она обогащает кислородом и поставляет его, соответственно, в корневую систему, для корневого дыхания это очень важно, обогащает почву, потому что развиваются не патогенные, а здоровая симбиотическая, можно сказать, почвенная микрофлора, ну, фауна, правильно сказать, бактерии, да? И, соответственно, процессы разложения органики идут быстрее, почва становится здоровее, инфекций меньше, а питания для нездоровой почвенной фауны просто отсутствует. Более того, хлорелла, когда она распыляется, добавляется, ну, поливаете там из лейки, шланга, из бочки, где культуры хлореллы есть, скажем, или внесли туда концентрат, так вот, происходит стимуляция, фитогормоны растений как бы начинают больше продуцировать растения, и идет активный рост растений, то есть, естественным путем запускается биологический рост. Так, теперь сравнение со спирулиной, значит, совсем кратко. Спирулина, вообще, это не водоросль, это цианобактерия, хотя ее называют водорослью, ну, в общем, это симбиотический организм, да? Но, естественно, фотосинтез идет, потому что в этом организме есть хлоропласты. Так, это уникальный продукт, о котором у меня было как минимум три видео, ссылки на которые я вам оставлю вот под этим видео, обязательно их посмотрите, обязательно. Но будьте осторожны, сразу скажу, при покупке спирулины, где бы то ни было, особенно на разных ужинах, что люди творят на Алиэкспресс каких-то, там все хотят заказать вот это вот, чем дешевле, тем лучше. Вы понимаете, вы можете одни и те же часы заказать там, где дешевле, но то, что касается питания, вы себя можете просто убить. Вы вообще знаете, что, почему даже в интернете, вот он переполнен тем, что спирулина опасна, потому что там выделяются токсины, да есть тяжелые металлы, люди травятся, есть такое. Потому что не надо покупать всякую дешевку, это как в одной песне пелось, ни шныряй не в знакомых местах. Так вот, то же самое здесь касается здоровья, это еще серьезнее все. Да, потому что она должна быть био, потому что она должна выращиваться и сертифицированное производство быть только там, где экологически чистые условия, где не добавляют никакие, в том числе тяжелые металлы в воду и другие минеральные удобрения. Это все очень серьезно. И культура должна быть чистая, а не с другими цианобактериями, как часто бывает у нерадивых, скажем, производителей. Поэтому на спирулину я тоже ссылку на органическую био, которую смело можно есть, оставлю. Но вот в чем отличие? А вот дело в том, что в спирулине, конечно, белка больше. До 78 грамм на 100 грамм продукт. Но это рекордсмен мировой вообще. В хлореле, конечно, меньше, там до 50, но тоже это очень много. То есть в два раза и в два с половиной больше, чем в том же мясе. Причем еще раз скажу, и в спирулине, и в хлореле есть все незаменимые аминокислоты, и все вообще. Но самое главное отличие, то что в хлореле есть тот самый активный, именно активный, витамин B12. Это точно установлено, недавно было, ну, американскими учеными. В общем, это факт, короче говоря. Итак, в спирулине тоже B12 есть, но, скорее всего, не активный, не тот, который нужен организму, человеку и другим, соответственно, биологическим, там, да, в плане животным, да. Но вот в хлореле есть именно тот самый B12, и вообще вся линейка витаминов группы B, от B1 до B17 лейтрила. Итак, значит, в спирулине белка больше, а витамин B12 именно в хлореле. Поэтому я рекомендую чередовать, например, там, утром спирулину, днем хлорелу. Или там, два дня одно, два дня другое. Так, а теперь, почему не стоит живую хлорелу, как продают ее в разлив для питания человека, а не для садовых дел, в магазинах садовых, а именно для питания, не стоит пить. То есть, брать для своей еды питья. Почему? А как вы думаете, вот я вам только что сказал, на чем выращивают спирулиную хлорелу? То есть, вода берется, и туда добавляют жидкие, ну, водорастворимые, по крайней мере, минеральные удобрения. А вы уверены абсолютно, что тогда, когда ее разливают по бутылкам, все эти минералы неорганические в воде уже полностью переработаны этой хлорелой. Ведь если они полностью переработаны, то хлорелла долго жить не будет. То есть, ее продуктивность падает, а это производителям невыгодно. В общем, это одна из главных причин, другие сейчас говорить не буду. Самое правильное, потреблять био от выращенного сырья, порошок или таблетки. Мне удобнее при таблетке. Как сколько? Ну, скажем так, для взрослого человека можно начать с пяти таблеток два раза в день, либо перед едой. Ну, есть у кого-то проблемы с ЖКТ, гастритой. Тогда во время еды, либо после еды. До еды просто это лучше, потому что стимулирование, скажем, правильная работа кишечника идет. Я объяснял, это связано с кишечной микрофлорой. В общем, ничего страшного, если во время еды, либо после еды. И до десяти, до двадцати таблеток спокойно, либо чайная ложка порошка с горкой два раза в день. Вот можете за неделю-две дойти до такого объема потребления вполне. Ну, можно и больше, если у вас активная физическая работа. То есть, тогда вы не будете уставать, можете хоть качаться, хоть наращивать мышечную массу. Особенно важно для тех, кому нельзя есть много. Но в малом объеме потребляемой еды должно содержаться высокое количество питательных веществ. Вот уникальность в том, и спирулина, и хлорела, особенно хлорелы. Так, дорогие друзья, сейчас я вам расскажу чуть подробнее. Самые главные пункты. Вы думаете, это вот что, все, что ли, по пользе? Нет, сейчас я вам еще для человека, но это главная задача наша, да, для питания. Так вот, какие еще полезные свойства? Пару слов. Значит, посмотрите мои видео следующие, я вам советую. Про вот это уникальное удобрение биостимулятора для растения, которое состоит из гуминовых кислот, фулевой кислоты и прочих важных ингредиентов для улучшения плодородия почвы и, скажем так, защита растений, естественной, натуральной, биологической за счет укрепления иммунитета растений, если можно так применить такой термин, именно к растению, потому что иммунитет применим все-таки к царству животных, да. Второе, про фулевовую кислоту и четыре уникальных свойства фулевовой кислоты. Это очень важно знать каждому человеку. Ну и про фукус водоросль, которая в своем составе, морскую водоросль, содержит вообще все минералы, какие только есть на планете, причем в пропорции, как кровь человека, поскольку, наверное, слышали, что морская вода океаническая по составу минералов такая же, как плазма крови человека. И вот тут есть один очень важный ключевой момент. Но это надо вам посмотреть мои видео про фукус. Хотя бы одно главное. Ну а теперь слушайте, как говорится в завершении видео, следующее. Хлорела обладает мощнейшим ощелачивающим действием на организм человека, являясь сильным при этом антиоксидантом, источником, как я уже сказал, полноценного абсолютного белка. Причем там именно из аминокислот все это состоит. Там белки не цельные, высокомолекулярные, а низкомолекулярные, поэтому усвоение будет простое. Не будет реакции антигена, антитела, как при потреблении высокомолекулярных белков, с негативными последствиями, то есть с образованием гнойных токсинов и трупных ядов, кодаверина, патрицина и других, как это происходит при потреблении животных белков. Уникальное богатство витаминами, прочими фитонутриентами. Безусловно, хлорофилом я не сказал об этом ничего, но у меня есть отдельное видео про хлорофил, тоже ссылку оставлю под этим видео, ибо это каротин. А по минералам вот все, что надо, в общем, в идеальной пропорции, калий, фосфор, магний и так далее. Полезные свойства еще такие. Давайте по порядку, вот просто подведем итог. Итак, во-первых, хлорела поддерживает здоровую функцию гормонов, помогает устранять последствия химиотерапии и облучения, поэтому я рекомендую всегда принимать ее в том числе онкобольным, особенно тем, кто проходил или проходит химию лучевую радиотерапию, кто принимал антибиотики, безусловно. Во-вторых, она является мощнейшим противовоспалительным средством, причем убирает, снимает воспаление не только на лице, но кожи вообще по телу, а также на слизистых оболочках и воспаление внутренних органов убирает. Да, в том числе. В-третьих, она обладает мощными заживляющими свойствами, которые во много раз ускоряют заживление ран, ожогов, язв и разных травм. В-четвертых, хлорела – это органический натуральный антибиотик, который борется с инфекциями и многими бактериальными заболеваниями, стимулирует иммунитет, как я уже говорил. В-пятых, это естественная хилатная добавка, то есть она притягивает и удаляет из организма тяжелые металлы, пестициды, продукты распада лекарств и множество других токсинов выводит из организма. В-шестых, мощный омолаживающий эффект, так как биоорганическая хлорела содержит даже более 60% легкоусвояемого белка, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Далее, в-седьмых, прием хлорелы помогает снизить вес, естественно, сжигает жир, ускоряет метаболизм. В-восьмых, в составе хлорелы в огромном количестве присутствует хлорофилл. Это зеленый пигмент, который усиливает иммунную функцию организма и способствует выработке, то есть синтезу белков наших же. А потом, у меня недавно было видео про хлорофилл, я его оставлю вам под этим видео. Посмотрите, какая огромная есть важная взаимосвязь между хлорофиллом и гемоглобином крови. Вот так. Ну и, соответственно, борьба с вирусами, а также вот именно то, о чем я в том видео про хлорофилл говорил, участие в процессе кровотворения нашего с вами, да. В-девятых, хлорелла очищает организм от многих токсинов, различных никотиновых ядов, тяжелых металлов, соответственно, где неблагоприятная экология в городах, везде, где есть дороги автомобильные. Ну а также очищение от метаболических примесей и нагрузок, например, избытка мочевой и молочных кислот. Вот после интенсивных физических нагрузок, вот почему важно тем людям, кто занимается интенсивными физическими нагрузками, трудом, то вот потреблять хлореллу. Ну а теперь в десятых. Это одно из самых уникальных средств хлорелла, потому что у нее есть способность восстанавливать нервные ткани по всему телу, в том числе при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, воспалении седалищного нерва, параличе судорогах, при рассеянном склерозе, при нервозности. Кстати, за счет того, что там много хлорофилла, магния и B12 есть, и B9, то если у вас спазмы в мышцах, а это, как правило, дефицит этих элементов, нутриентов, то вы можете применять хлореллу как средство, которое поможет вам избавиться от спазмов. Ну и, конечно, за ремонт нервной ткани отвечает фактор роста хлореллы. Есть такой фактор. Он также очень полезен для улучшения динамики роста детям. Ну, соответственно, для детей можно спросить, нужно, нужно. Естественно, сохраняется здоровье, продлевается активная старость, то есть здоровье в пожилом возрасте. Ну и, конечно, рекомендуется хлорелла для применения профилактики, лечения, восстановления людей после перенесенных инсультов и инфарктов. В 11-х хлорелла играет огромную роль в стабилизации давления. И эта микроводоросль укрепляет ткани, особенно соединительные, в том числе стенки сосудов кровеносных наших, в том числе микрокапилляров. Они делаются более эластичными и упругими. Хлорелла защищает всю сердечно-сосудистую систему, но за счет снижения содержания холестерина в крови в том числе. Кстати, наполняет кровь кислородом, то есть кровь наполняется кислородом лучше в присутствии потребления хлореллы. Ну и, естественно, набором микро-макроэлементов в крови, потому что из кишечника все элементы всасываются в кровь и ей разносятся во все клетки нашего организма. Кроме того, она не дает слепаться и стенкам сосудов, и эритроцитам между собой. И на то есть соответствующие тоже документальные свидетельства, ну в том числе исследования крови на темнопольном микроскопе. Ну и в 12-х хлорелла особенно рекомендована гипертоником, то есть тем людям, у кого есть повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия, правильно говорить. Так как эта водоросль понижает повышенные, у кого оно повышенное кровеносное давление. И не надо писать вот эти глупости, как любят сразу, а у меня пониженные. Ну нет, не значит, что у вас она понизит давление, она в норму приводит за счет просто нормализации биологических процессов организма. Ну вот, пожалуй, и все. Конечно, этим не заканчиваются ее полезные свойства. Много есть и другого. Но главное, и по крайней мере достаточное для того, чтобы для себя определить и сделать выбор, ну очевидный вполне, по-моему, да, что потреблять ее необходимо. Значит, купить органическую био-сертификатами, абсолютно безвредную и только полезную, с высоким содержанием всего, о чем я говорил, хлорелу вы можете купить у нас на сайте нашем nadgard.ru. Ссылка на этот наш сайт будет под этим видео. И на хлорелу, и на спирулину био-органическую. Смотрите, приобретайте, отправляем мы в любые города и страны мира. Но подробнее об этом послушайте сейчас в завершении вот этот маленький отрывочек. В том числе, как мы отправляем, как вы можете сделать заказ. Внимание, несколько секунд объявления. Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Что ж, заходите на наш сайт, обязательно посмотрите наши уникальные другие товары. Я советую вам прочесть раздел отзывы и другие отзывы. Ссылки на эти два раздела тоже оставлю вам в описании. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы, в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Всего вам хорошего, до новых встреч.